приветствую дорогие телезрители рад вас видеть по ту сторону экранов компьютеров телевизоров мобильных различных устройств а мы с вами начинаем путешествие по северо-восточной хорде в новом формате со звуковым сопровождением скажу так продолжаем то что начали на юго-восточной хорде перед вами схема участка если кому-то интереснее можно поставить на паузу и посмотреть подробнее и мы начинаем с вами неподалеку от платформа нати но наверное не все знают что платформа нати называлась так раньше сейчас она называется лихобора потому что у нас любит тпу называть одним названием то бишь когда построили московское центральное кольцо назвали платформу точно остановочный пункт лихобора и соответственно пункт на октябрьской железной дороге над которым мы сейчас летим тоже решили назвать лихобора вот кстати как раз таки из химок навстречу точнее с крюкова к нам едет ласточка кстати тоже не все могут понять что значит крюково не все понимают что крюково это зеленоград то есть станция была названа названа по населенному пункту а потом позже гораздо появился город зеленоград поэтому станция крюково находится прямо в центре города зеленоград но не все об этом догадываются только местные и вот мы начинаем свой путь это участок северо-восточной хорды который был построен два с половиной уже года назад это кстати ссв по которой стриж ходит на станцию лихобора где меняет где локомотив переезжает из головы в хвост и дальше двигаться по мцк в сторону горьковской железной дороги на нижний новгород здесь был оставлен большой задел на самом деле мне даже есть фотографии отсюда где просто дорога так расширяется расходится в разные стороны а и сейчас залитый бетоном эстакада вообще ничего нет там даже фотосессии устраивали но это было когда-то сейчас видите уже все вплотную стройка достаточно большой прогресс слева как раз таки находится платформа октябрьской железнодороги будущего мцд-3 лихобора а прямо по курсу белый вестибюль как раз таки мцк лихобора и как мы видим вот здесь у нас расположен стапель на нем уже начинают собирать следующую часть эстакады и вот так вот подсобирают из большого количества элементов различных продольных поперечных двутавровых балок все это сваривают скрепляют точнее болтовое соединение в основном используется и дальше эстакада продвигается в сторону вестибюля достаточно мощными гидроцилиндрами и вот буквально недавно была надвижка сейчас мы увидим как она теперь висит у нас над вестибюлем сейчас мы видим тут рабочие работают закрепляют очередной элемент кранова поддерживают кстати достаточно сильный ветер может быть по картинке не чешается потому что подвес справляет свои работы прекрасно но по факту очень порывистый сильный ветер до 13 метров в секунду и программа которая советует дает рекомендации к полетам запрещал активно вообще куда-то лететь но тем не менее на заднем плане у нас мосты непосредственно самого московского центрального кольца по нему сейчас поедет ласточка пятивагонная мы сейчас подлетим с угла чтобы посмотреть какой зазор все-таки между эстакадой и самым вестибюлем хочу заметить что эстакада сейчас стоит на временных опорах и когда она встанет в проектное положение когда я полностью надвинут она где-то примерно наверно метр на полтора может быть чуть меньше она будет чуть пониже но тем не менее судя по тому какой зазор между аванбеком вот эта конструкция называется аванбек это противоез для всей конструкции вот используется чтобы ее было легче надвигать то есть видите сейчас аванбек упирается на опору а если бы его не было то эстакада бы просто поместила в воздухе соответственно ветер раскачивала бы было бы не очень приятно так видите за счет аванбек она вот лежит уже на временной опоре достаточно удобно да зазор большой туда же человек сможет спокойно по крыше ходить даже если она примерно на не на метр конечно меньше она встанет на проектное положение думаю что все равно зазор будет другое дело что будет на рга слететь зимой не знаю посмотрим как это будет выглядеть когда все запустится давить временные опоры пока только здесь в следующих опорами к не никаких принтер тут очень много мешает мусора строить на который сейчас активно возит здесь был куча гаражей какой-то большой ангар где склад как складские помещения использовались и вот естественно не территория освободили ничего не убрали строительным приходится убирать за бывшими арендаторами владельцами здесь тоже мы видим уже стоят временные опоры как раз таки голубого цвета но в этом месте будут накидывать скорее всего а вот дальше уже видите прям такой вот видно что рабочий стол сделан на высоте и здесь уже начинает собирать балки причем у меня есть ролик буквально по моему двух с половиной или трех недельной давности где здесь вообще вот только-только вот этот стапельный стол если так можно выразиться для подсборки только-только его собрали а сейчас видите уже активно идет сборка непосредственно пролетных строений кстати очень интересно вот так конструкция которая с дырочками с такими очень похоже на аванбек наверно это будет здесь подсобирать ту часть эстакада которая от этого места будет продвигаться дальше в сторону дмитровского шоссе что-то мне кажется что это так и будет да 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 знаете очень похоже да и и отсюда будет прям по прямой надвигать в сторону дмитровского шоссе кстати здесь тоже необычное место обратите внимание вот здесь парная колонна еще будут только что пролетели а дальше видите пара колонн есть и вот одна колонна стоит не канал не колонна конечно же опора посередине и вот эстакад будет идти опираться вот на те дальние три опоры а это посередине она так одна и останется что очень интересно как интересно это будет смотреться снизу но вроде по запасу прочности там все проходит то есть по проекту там такая одна опора есть у нее помощницы нету а мы с вами пролетели на дмитровским шоссе и дальше двигаемся вот мы уже видим платформы окружная московского центрального кольца здесь как мы видим эстакад уже готова и та часть которая надвигается стороны на туфельском шоссе тоже уже скоро встанет в проектное положение кстати говорят что где-то после 20-х чисел апреля это будет то есть буквально сегодня-завтра погода дождливая поэтому пока репортажа оттуда нет также видим строящуюся новую платформу окружная здесь будет две одна будет для экспрессов как раз таки которую сейчас строится а вот как та которая используется она такая останется для использования мцд справа мы видим строят новую дорогу вдоль автосалона kia не реклама если что и будет проще выезжать на дмитровское шоссе то есть по прямой и через нижний лихоборский третий нижний лихоборский проезд да здесь конечно же пришлось переснять сразу прошу прощения вот эта часть она будет немножко подергивать подергиваться потому что были какие-то проблемы с карты памяти дело в том что почему-то дрон 128 гигабайт не любит карточки и вот он что-то почему-то подергивать справа от нас примыкает улица гостиничная дальше на пойдет под путепровод железнодороги потому что под северо-восточный хорда может будет налево повернуть после железнодороги можно будет повернуть налево и проехать до дмитровского шоссе и также будет здесь дорога прямо слева тоже к поколения прямо будет дорогу но как видим что-то тут не видно каких-то особых движений по дороге хотя там на новоладыкинском проезде занимаются активное благоустройство вот такие вот пробки естественно алтуфьевского шоссе стоит потому что вот где-то движение в одну полосу где движению через гостиничные проезды на самом деле конечно же с таким потоком не справляется местная дорожная сеть и наверно пока хорду не откроют лучше скажем так намного не станет это кстати да алтуфьевское шоссе и путепровод называется первый алтуфьевский путепровод можно сказать что почти отсюда начинается алтуфьевское шоссе справа также мы видим что расширяют дорогу уже вот местами видите там уже асфальт лежит и плиточки уже тротуары выложены и дальше эта улица будет переходить то есть идти прямо 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 переходить в сусок сусоколковское шоссе и через стакаду уходить либо можно будет поехать на северо-восточную хорду в сторону ярославского шоссе либо развернуться и у выехать на круговое движение по сигнальному проезду мы сейчас с вами пролетаем над тп владыкина пересадка на сверху пуховскую тимиреевскую линию с мцк ну вот как раз таки видите благоустройство но пока вот стакада вдалеке еще не достроен мы сейчас конечно же до них долетим может быть и даже откроют чуть раньше чем саму хорду потому что сейчас ходят разговоры что все-таки хорда переехала с конца двадцать первого года на конец 2022 года так какая-то чайка в карте в кадр так не мешайся давай улетает сюда и что тут кстати да с птицами сейчас опять будут проблемы где-то наверное с мая по середину июня они не период гнездования не будто очень агрессивная активно нам будет кстати это всем пилотам если кто меня смотрит будьте аккуратны потому что в лобни у меня шутка точнее такая вот фигня приключилась не очень приятная да мы видим что стакада накинуты но не накинуты над частью непосредственно где ходят сами ласточки то есть первый второй путь странно хотя вроде опора готова либо почти готова и куча деталей металлических пролетов лежит может быть что-то где-то не готова может быть нужно с ржд согласовывать когда они будут накидывать но стран то есть такая активная готовность хоп и как-то странно но опять же то что как что было две с половиной недели назад что сейчас прям колоссальная разница провид невооруженным взглядом постараюсь что в следующий раз где-нибудь когда в мае буду здесь снимать я приложу что-нибудь знаете там годовалой давности либо полуторагодовалых давности что здесь было развернулись его теперь полетим над основным ходом северо-восточных орда только в обратном направлении так не задели вот провода активно строится ливневка слева подпорная стенка что видите вот одна часть даже же заасфальтирована одна часть не готова потому что видите возводит активно подпорную стенку и как можете дальше перспективе смотреть значит правая часть дороги видите она уходит чуть правее там вот опора идет первого туфельского путепровода а левая часть которая будет наоборот идти движение к нам она будет прямо между железной дорогой и опорой проходить то есть как раз таки три полосы справа три полосы слева и опора будет четко посередине дальше не будут здесь сходиться и будет достаточно резкий подъем напротив штаб-квартира huawei достаточно резкий будут ходить на эстакаду и на землю уже опустимся мы только около платформа найти о навстречу как раз таки машка нет слихобор наверное да 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 слихобор машка это я так тепловоз называем шестьдесят два у ну и многие вот так называют с вами летим получается в закат опять же слева обращаем внимание что вдоль салонной киевите дорогу будет поворачивать налево и уходить вот на ту дорогу вдалеке от трети ниже лихоборский под всеми стаканами то есть отпадет необходимость ехать вот сейчас прямо вдоль мцк поворачивать на дмитровское шоссе а потом ехать до первого там разворота целая история можно будет прям вот на большую академическую улицу выйти вообще без проблем тоже будет достаточно удобно сейчас опять будет смена плана поднимемся чуть-чуть повыше без снова кстати дмитровское шоссе многие тут говорят что как так нет развязки развязка есть вы можете если вы едете из области из питера например вы можете проехать по северо-восточной хорде прям до конца и вы выйдете на дмитровское шоссе причем можете повернуть как в сторону области так в сторону центра еще один вариант съехать на развязки с фестивальной улицы северо-восточной хорды и через коровенское шоссе выйти также на дмитровку поэтому развязки есть и строить их здесь дополнительно чтобы генерить вот эти задержки при на съездах-заездах но смысла нет особо весной подъезжая вот к этому я наверно все таки назову рабочий стол на котором идет под сборка пролетных строений для последующей надвижки и установки на временные опоры а потом конечно же установка на проект в проектное положение там что-то пескоструют я сейчас немножко замедлюсь чтобы не запылить дрон он не любит пыль может набиться раньше например выйдет из строя мотора но чуть-чуть они послабее стали вот я сейчас правее пройду кстати да здесь вот этот автобусный парк я сейчас точно не могу сказать но это северо-восточный филиал по-моему бывший 6 автобусный парк если я правильно помню но знающие люди поправят конечно же справа зеленое серое здание это допо лихоборы но обслуживают люблинско-дмитровскую линию московского метрополитена в помощь допо печатники мы сейчас здесь опустимся чуть поближе насколько это позволит ветер то есть мы с вами с одной стороны посмотрели примыкание эстакады как она проходит надо вестибюлю мы сейчас вот с другой стороны с вами посмотрим на строитель что-то там консультируется подается но у хотя нам ленточки ветер трепет достаточно сильно я смотрю стропа у крана тоже он да 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 где-то наверное 12 13 метров в секунду пара ветра были да вот что-то строители делают что мне к сожалению непонятно как будто что-то ждут либо какие-то замеры либо еще что-то вот задавить как временно порвали просто такая подставочка и ванбек просто на нее положили ну да и здесь видно что есть зазор достаточно приличный но честно говоря знаете если будете в этих краях обязательно зайдите на вестибюль пройдитесь выглядит просто монструозно не знаю прям вот реально хоть так вот там такое панорамное остекление вестибюле и ты стоишь ниже смотришь этот стакан как будто она вот надвигается прям на тебя такое необычное впечатление есть кто будет обязательно там даже ну пофотографировать даже сейчас пока в таком положении висит достаточно интересно мы вот видим что на заднем плане еще достаточно много металлических элементов эти элементы как раз таки относятся к эстакаде именно к той над которой мы сейчас летим вон видите сколько их там огромное количество то есть ее надвигать еще будут достаточно долго то есть мало того что они пройдут вестибюль но еще и дальше то есть я так понимаю что весь поворот где вот именно дорогу будет поворачивать они полностью будут собирать именно здесь и как только будет начинаться прямой участок уже будут собирать с той стороны относительно железной дороги он кстати опять же прибывает ласточка очередная кстати достаточно часто они здесь ходят мне кажется интервал даже по моему не пять минут там четыре что ли то есть по поводу mcd3 не знаю как там на другой его части но здесь так с тактовым движением уже все в порядке то есть достаточно часто ходят электрички прям может сказать одна за одной причем ласточки очень удобно а мы с вами вот красиво сейчас облетим два крана липхер очень интересная конструкция из двух таких половинок с мощными тросами на каждой части для гибкости конструкции и как видим такие вот гидроцилиндра посерединке стоят кому кстати интересно можете интернете поискать как работают именно такого типа краны модификацию не подскажу честно говоря не вникал но они вот стандартные практически везде на всех историях используется они достаточно маневренные компактные на гусеничном ходу и могут поднимать достаточно тяжелые элементы кстати вот мы сейчас с вами находимся знаете где здесь когда-то надеюсь в ближайшем будущем будут проходить два пути высокую скоростную магистраль москва-санкт-петербург если прямо посмотреть видно что даже у вестибюля сделан задел но сейчас достаточно низко опустимся то есть даже эстакада построен то есть опора стоят постоянный так что здесь есть зазор очень хотелось бы на нашем веку скажем так попробовать прокатиться на поезде и добраться на питере не за 345 а все-таки за два часа там за 205 215 и все-таки почувствовать настоящие высокие скорости но она это все сейчас будет красивый отлет продолжение будет следующая часть пересечения СВХ с Ярославским шоссе будет все в таком же ключе участок ботанического сада будет чуть-чуть попозже я рад что вы были с нами посмотрели подписывайтесь на канал ставим лайки будет еще много много интересного на самом деле много снято материала просто пока нет времени на все я рад был для вас стараться ваш кошмариус всего хорошего пока пока дорогие телезрители